миром с миром ты ушел дать давно и тетя не мог дождаться даже но мы как раз дочитали папку спорт да слушай давай что там кончили папку новый спорт значит по старообрядцам у меня вот такое когда я начитал эту книгу у меня одна тревожит мысль потеряевка то есть там по сей день ну мирно или не мирно ну уживаются старообрядцы и ну как-то вот господь хранит но объединение и у меня нету веры в истине и у вас нет веры веры как все-таки господь так делать что в потеряете хотя и были у нас разногласия помнится и там чуть ли там не до драки дело доходило когда может быть помните с видеокамерой когда я снимал и прям аж ну страшно бы было то но господь хранит вот если вера у вас что все-таки возможно размачалить это вот замшелое сердце старообрядческое вы же приняли вы же к живой пример что вот гремучая смесь как говорит кураев у вас смесь вот это строгости старообрядческая от этого баптизма вот этого любви к слову божию почему не верят вам и как если у вас вот у самого вера в это или столько лет слышать столько видеть читать книги и не принимать истины евангельской вот это вот боязнь и камеру как так не знаю я и был этот брат лёша устинов такие вот все у него там вывертый к вам вот ну видно что разного духа люди все в одной деревне живут и раскола никакого нет деревне невозможно расколоть это это же не не чурка вот такой вот вопрос ну еще надо иметь опыт такой что-то эхо отдается посмотри ты близко как микрофон отключу тогда вот так а то не дает она говорить тут надо знать самопроисхождение старообрядчество старообрядчество то сохранение как они думают обряда который был принят с веры владимиром князем владимиром и они думают что вот мы так и держим так правильно хотя изменения там уже накопилось они находили правка книг справа называлась справа то справка еще не добились этим по порядку если все разобрать то вот хороший вышел фильм называется раскол 20 серий николая досталя фамилия досталь ударение маленько только не так поставь достал будет тогда он достал всех дело в том что старообрядцы этот фильм полностью приняли как вот православная остров там и были их советники может даже помогали финансировать ну не знаю но об этом беседует не кто-то там беседует и андрею кураеву задавали и в москве служит этот на берсеневке около храма христа спасителя сахаров отец кирилл игумен он все по старообрядчески ведет и своему никогда для них не будет никогда почему незнание слова божие из поколения в поколение передается не умал не умирающая злоба а вот они сделали не так нас назвали старообрядцами тут вопрос говорят так старообрядцы что это нас противники назвали мне вспоминается один знакомый наш здесь в интернете с нами был ему кто-то подарил кофту но вы знаете кто там дядя миша и на кофте написано что-то по немецки написано вот так рука пальцем показывает я когда прочитал добился я не поверил я позвонил нашей сестре она сейчас не у нас она преподает в алтайском государственном университете немецкий язык она так скромно да ну это вот это вот так вот вроде я говорю конкретно определенно что означает и большайся дубе шульди это по позвонил племяннице моей в германии она вышла за немцы она уже все знает там у них и она говорит да это так а что означает я говно а виноваты он сразу кофту снял убрал еще что так вот здесь сегодня у старообрядцев даже отмечал хорошо отмечал андриан но все равно а виноваты они он нигде не признал что они виновны нигде ни разу вот я в 23 года обратился сознательно по евангелия где нашел а родился в старообрядческая семье без поповцев кержаки где баптисты писятники тогда были объединенные вот которые больше к пятидесятникам шестьдесят втором году 27 сентября в семнадцать ноль ноль господь изменил мою жизнь дал рождение свыше и крещение духом святым этот огонь не угасает а у старообрядцев мог ее нет конечно никак вот мы на благовестие ездили а рядом киржатское село но она только раньше киржатка сейчас там все полное обещание идет женщина я игорю говорю глушко маленьким притормози я вперед проехай остановись я ей я к ней сунулся мы у вас будем через неделю и от евангелия я киржачка идет дальше опять обогнали я опять вышел я говорю мы евангелие даем какой евангелие я же сказала киржачка ничего мне не надо это живой живой человек ты маленько сместись вправо подальше вправо да еще еще больше то передвинься а этот экран не трогай вот так по пойдет дело вот так а как же они тогда приобретают смешанными браками вот она вышла замуж ну молодой возраста женихов то не хватает а тут есть она выходит за него осеменилась дети теперь ей дают видно сигнал да и теперь можешь вернуться она с ребятишками опять старобрядцах больше никак написано что вера от слышания уши один орган член один уши у них совершенно через другой член обращаются и при том ни один не два у нас были такие которые ну старобрядец у нас невесту нашел бачка благословил ну лишь бы ты была счастливая как надо он как только она приняла у них довершение крещение довершение называется он сразу разошлись копять нету показывает где-то там ну где-то там в гватемале какие-то индейцы она вышла ребенок на руках и и они любят выпивать у них всегда с собой или брошку варят медовуха или там обыкновенно вино и водкой что угодно притом пью до упаду это абсолютно везде но скажут а вам встречались настоящие возрожденные старобрядцы встречались два за всю жизнь только два и оба в новосибирске усинов александр иванович вот у нашего володи нашего взятия отец и долгов андрей педотович дети их самые лютые ненавистники против меня уже все все встало на свои места а эти возлюбили слово божие у них евангелия не было я им подарил новые заветы не выскажешь сколько не претерпели за то что со мной знаются их там все только не делали с ними ни под каким видом чтобы нельзя было не молиться не разговаривать и отлучали и все ложно вот как ненадежен конь для спасения а по-славянски ложь конь во спасение они по поняли буквально что на лжи можно заехать в рай и везде ложь везде тайна таится и бегать таится и скрывать вот у меня сестра за старобрядцем она староверка старобрядка теперь она не знает сколько получает пенсия ее муж потеряевки живут от жены прячется работе хороший все и ложь прям куда ни кинете уже не трогаешь не задеваешь я как-то сказал то давайте напишите кто как богу пришел как вообще не оказался написали 84 человека он тоже я напишу потом нет я еще дом не построил мы займем на благовестие ну дом построил построил дом уже прошло может 10 лет ничего не написал и ни разу не выехал но где можно помешать помешает злоба необразованность какая-то вопиющая тупость потому что мудрости никакой нету и в большинстве случаев беснования недостойно причащаются это я то что знаю но возьмем их допустим а вакуум руководитель главный деятель в расколе был вот он уже сидит в подземелье там в пустозерске федор второй и они между собой там как-то ладят и между собой не ладят все разлад он придумал что четвертое лицо троится софия премудрость и он его там какими славами только не кроется подвижник обоих сожгут из-за накануне сожжение еще продолжает хвататься сидит безвыходно его выпустить нельзя он кидается на всех он детям дает наказ похоронили царя так вы возьмите там дёготь или смола пролейте ему на гробницу а гробница в храме понимаешь нет советуют папа призови а заранее выкопай яму а там стал был установи застри кверху и когда он упадет ты вокруг бега игрок батюшка то есть батюшка я не знал что у него во дворе он не знал что такая яма с кольями это а вакуум и притом житье им самим написано называется книга и это они не выбрасывает это так и есть у алексея просит власти дай мне власть от я их всех не коньян перепластаю то есть это не у вулкан злобы а пока я не не тот показы 20 серия раскол сегодняшнее время где-то библия в руках нет он салтыр наизусть знает цитирует дальше не идет этого никак агрессора обрядцы это нам навязал царь на старообрядцем и чтобы идентифицировать нас подождите я грыжу журнал сегодня уже советской власти нету царя нету а у вас журнал выходит и написано старообрядческий журнал но сегодня то но если меня обзывали такими за словами то ну обзывали ну я еще теперь должен это кличка моя что ли но сегодня это журнал центральный ваш орган рогожское кладбище старообрядческий при иосипе при флавиане при андриане при олимпии при корнили я их называю которые у них тогда были епископы теперь митрополиты ну замените не заменишь это как клеймо старый обряд ничего больше нет слова даже православной нету почему ну ладно да знаете нас гнали вот они здесь объясняют и кто-то да андриан отвечает нас гнали поэтому нет я хотел немножко переключиться надо тебе не видно или не будет или не видно у меня есть сайт свой называется во свете библии вот и мог бы сам даже за и зайти из звук видео ну-ка попробуй найдешь нет зайди ну тот сайт который ты смотрел только на первой странице по которому считал и внизу там написано звук нет верху звук видео а теперь на зашел звук видео ты не сюда зашел не суда вы верни назад верни на первую страницу вот теперь здесь есть звук видео уменьши в размере взял так еще уменьшую мешаю вот все звук и видео вот она внизу вот к ней и теперь поднимаю жития святых двенадцать книг ткни жития двенадцать книг не зачем служеницына вот жития святых 12 книг ткни теперь вниз проходи до самого низу до двадцатого века а вот теперь каталог на жития святых даже ты мне помогал по нему со статкни вот теперь смотри они старообрядцы говорят нас гнали ну вот гнали первый век страшное гонение львам бросали первый век 5 сентября один файл файл это 8 часов 20 минут считать сколько здесь их десяток второй файл передвигай кверху третий файл вот смотри сколько их еще еще потихоньку переним дальше 5 6 передвигай дальше передвигай еще 8 9 стоп это первый век вот второй век гонений прошли пошли дальше пошли это сколько канонизировано дальше в 6 8 9 стоп 10 файл все третий век гонения еще продолжаем дальше поднимаем понятно вот как дальше 16 файлов 17 19 20 вот стоп начинается четвертый век этот четвертый век хотя бы на половину самое тут сильное гонение при диоклетиане домициане тут кого только не было во время гонения считай сколько здесь четвертый век захватил прогони каждый файл 8 часов 20 минут каждый файл до 10 святых канонизированных давай давай стоп сколько 46 файлов 46 умножь на 8 часов 20 минут но тут уже были когда ну началось монашество там вот здесь как ну никуда мы не денем этих гонителей до царя константина и так возвращаемся на место где ты там был все все закрой это полностью закрой да и все вот теперь что-то получилось то так не ты главный тут сделать так чтобы ты был главное я в уголке фотокарточка это а я ее растяну это я не могу растянуть вот так вот вот теперь смотри сам они говорят потому что нас гнали это разве доказательства 91 года советской власти нету что они сделали старообрядцы за это время а ведь это же ни день ни два может появились поэты может быть появились художники изобретатели нету ничего нету может миссионеры хотя бы за 350 лет хотя бы один ни одного библия неправильно переведена ладно но у вас грамотные люди учатся в университетах перевели нет я спрашиваю вот сегодня мы знаем какое зло принесла эта реформа разделение народа но просто рассудить ладно разделение было и вот что получилось из этих никонья новообрядцы и что получилось из старообрядцев то есть они совершенно в разном течение были 350 лет если бы сейчас не было реформа никоновой то все были бы в стране старообрядцы это значит а это значит ничего не было библия была бы не переведенная перевозчиков нету мы даже понимать какая бездна стоит там плохо что никон сделал плохо но однако это дало толчок познакомились с библейским обществом и так далее не было бы ничего ни одного миссионера я спрашиваю годы советской власти ну там написано раньше там когда сталин брал всех но без сталина вот это репрессии были уже те таких не было я называю здесь кто зоя крахмальников отец димитрий дудко глеб якунин перечисляя саша там огородников русак владимир я у него в америке был у старообрядцев ни одного не было арестованного нету почему почему здесь вассал глеб якунин что неправильно в церкви вот то и то делается нет там проповеди там николай и шлеман здесь нет ни одного а условия то одинаково советская власть не делала различия и гнали и вот теперь мы посмотрим что за это время сделано вот в эмиграции эмиграции это ясно дело что там они на равных правах в эмиграцию попали одинаковые те учатся где представь у отца александра этого епископа тогда он священник был потом стал епископом аргентинским миллиант и где работает в наса в космическом центре старообрядцев хоть один был да нет конечно нет выпивают это видно и мы посмотрим за границей какое участие они принимали в поднятии страны и там на везде везде путешественники где-то в это время когда они оказались там в америке на равных правах это их стиль жизни лежала до нас тысячи лет пусть дальше лежит а там александр шмеман я перечислять буду это не один едва потому что за граница сколько дала типография какая что не книг присылали жардан виль старообрядцы сделали это в америке нет они присылали книги сюда и дали поднимали помогали стране здесь у нас нет это сегодня поэтому разговор о том что нас гнали когда гнали это самые сильные люди были киприан карпагенский златоуста гнали а 3 том то весь в гонении был и проповеди по-прежнему звучали поэтому лукавая хитрая то есть я дерьмо а виноваты вот им надо всем майку эту надеть на себя футболку я просто рассматриваю все как есть я вот о библии узнал где сошел на берег но никто же не показал а это старообрядцы это латвия прибалтика их там много много но ничего нету дальше как у них там было я вот которых только знаю у нас потеряевки старообрядцы называть боязно даже они умрут со страху двое молодые люди молодые ну самостоятельно уже женились одинаковый страх бегать и таится он выходит выгоняет взять тут у одного коров выгоняет увидел что я стою и фотографирую корову я у него сразу за корову присел и за корову скорее за старой побежал в этом году приехал другой старообрядец к своим родителям приехал я иду батюшка разговаривает я его не видел даже но я а батюшка сказал мне вот здесь вот репей его бы скосить надо я скосил и думаю берет он его или нет гляжу стоят там стоял алёша а он увидел меня сразу раз за машину я ничего не понял машина тронулась и машина едет вот как в северной корее охранники бегут рядом с машиной и он с ними так обошел вокруг там где крестный ход идет где коровник есть оббежал из той стороны тогда нырнул в деревню и спрятался а служил в армии это что это пропитано все это молодое поколение ко мне приезжают я уже назову алёша здесь новосибирска и горит мне не попутно заходить я домой еду но все же заехал рассказать был горит новосибирске собираются они а разговор о чем о вас это уже третье поколение на злобе ко мне я говорю у вас еще больше не чем заниматься ну откройте слово боже даже не слышат это сегодня норма вот это нормально считается и он этого не знает там олимпий отвечает адриан почему а там где злохуждаю душу премудрость не войдет никак они могли со мной воспользоваться могли и вот андрей долгов говорить я поеду а там у них был грамотный человек евгений бабков евгений бабков отец у него алексей работал в архиепископии уме там оставил я с книгами сидел хороший мужик а сын совершенно уже не такой то есть они деградируют стремительно вот сейчас говорят вот есть такой человек игнатий лапкин у нас старообрядцах никого нет кто бы с ним мог сразиться только евгений бабков но его нету а где он тут история целая у нас были хорошие отношения меня принял один раз встретились а потом я поздравлял с пасхой а писем то много у меня 1200 писем каждый год выходило и я конверт который написал баптистом где обратился еремею михаила она и ему и он увидел я баптистов назвал братьями он объявил на смертную войну до смертного часа никаком примирении нет я ничего не делал ну много писем и они одинаковые везде то но там я назвал их и он по смыслу увидел он какой-то архитектурный что ли закончил институт каких клевет только на меня не посыпалось андрей долгов приедет туда они с ним хорошие он снова со мной гулять до полночи только одного уговорит с игнатием не встречайся с игнатием не встречайся ягода я через игнатия получил слово божие у меня все изменилось и я тебе говорю не встречайся и что интересно я ничего про это не знал евгений едет машина несется он сидит справа шофер слева и вдруг а тут мир маленький кустарник и встречный поток идет не рядом дорога дорога разделенная и большая долгуша вдруг разворачивается и несется навстречу я это машина вле влетает прям под нее ему мгновенная смерть евгению он даже не проснулся я не может ничем и никакого отношения не имеет к его отношениям но однако вот так он всяческими путями пытался меня меня оклеветали один раз старобрясок мы же у них были там белокринистской иерархии ну ложь я увел всю молодежь баптистам то другое но мы поехали когда а тут был отец трофим священник наш который венчал нас мы поехали с надежной васильевной с моей женой ну и там зашли а у них там уже случилось был такой священник павел морозов он с дочкой машей ездил везде учил там замуж не выходить там ну проще хороший он говорил то но он был духовником у иосифа архиепископа и он увидел как они сотрудничают с властями в самой кухне был то и он это там видимо успел где-то сказать они его сразу запретили в служении а он не покорился я же правду сказал они снимают с него сан старобряческая машина начинает трамбовать и дальше умрет чтобы его не отпевали а он был самый близкий ну духовник духовник как патриарха сказать и не под каким видом и так и получилось все и когда мы приехали там сахаров отец и он был и он говорит на вас клевету то вот написал это отец павел а теперь все обнаружилось что ничего этого не было с вас все снимается он обнял меня поцеловал здоровый такой священник то хорошо чтобы никуда не ушли ну и с нас все сняли ну и все скажите отцу трофима я не знаю бумагу дали какую-то и мы уходим андрей бубков бубков то встретился прямо в предбаннике в коридоре в архиепископе то а вы еще здесь да мы ходили здесь с нас все сняли за нами ничего не было как еще не было стойте здесь но мы стоим он пошел и начал там разворачивать обратно уже снятое лживое отлучение вернуть вот вспомнить теперь что портопопа вакуум сидя в темнице делал потом проходит какое-то время мрачный такой выходит ладно и идите то есть на за ним не пошел архиепископ без архиепископа то он не мог этого сделать иосиф был тогда все поэтому по-другому у них быть не может и андриан где говорил он или это не знает или вот тут сейчас у них корнилий митрополит я ему послал книги он мне пишет как много я нашел здесь нового полезного интересного три слова написал и мне выслал 100 проповедей митрополита корнилия а наши то их предуструднили здесь чтобы не ходили старобрядцы то иначе отлучат их не надо переходить оставайтесь старобрядцами но вы вместе молимся они ходили молились на их всех говорится за жабры отлучить от церкви них только отлучать если ты молился с кем-то с еретиками а еретиком они всех считают у старобрядцев главная проповедь одна ты еретик переходи к нам все я ему тогда пошел туда квали с володей говорю если я им напишу корнилию это смотри какое письмо прекрасное от него чтобы вам разрешили быть с нами в храме не переходить еще так старобрядцами на исповедь будете ездить барнаул к отцу николе думнову и мне пришел ответ мы этого сделать не можем потому что вы считаете двоеперстие троеперстие равно спасительным за мной вины никакой нету но я сказал что мы троеперстие не отвергаем и двоеперстие это уже все когда я в америку езжал они пустили молву что меня отлучили я отлученный я приехал туда она не приняли хорошо там был у них антонов александр кажется звать его там что-то в секретарях ну все по-хорошему был в это время олимпии кажется да и переходите обратно к нам старообрядцам то другое так я же отлучен у вас это как ну говорят давайте считать яка не бымши я говорю нет не пройдет вы должны снять били принародно хотите тайно отпустить не пойдет сделать открыто напишите что ничего этого не было это ложь он кто-то пошел там секретарь искал искал пришел владыка ничего нет на них он говорит ну вот ничего нет я говорю тогда напишите по эту молбу прикройте и он видишь им это не сделать ложь она ложь пущенная вами живет вы отвечать будете за это так а как вы считаете вот у них каньян у них причастие действительно это притворение хлеба в тело господне и вина в кровь я говорю конечно он вот так вот ну хочу мы тогда с ним разговариваем это сегодня я говорю и поэтому где говорит андриан он один такой андриан был и ты ты я не раз там говорил ему не жить и правда самое короткое время его нет внезапно упал умер никто не знает что может что-то сделали что-то одна знакомая я была в этом крестном ходу где он умер вот и все еще допускаете что что-то ему подсыпали вполне а вы не знаю я не буду говорить но только он был шел на контакт ну тут видно что и все пожалуйста другой они не имеют власти умерщвлять но отлучение это духовное умерщвление отлучение так каким это главное качество старообрядцев это дерзость вот у нас были здесь двое они уже шли туда как увидели лавр митрополит русской православной зарубежной церкви сидит за одним столом с алексеем вторым дроздовым ридигером и что все они стали такую смуту наводить здесь сюда сюда дело дошло а туда сразу замолкли а почему а на четыре кулака посадили дурака вот это у них там разговаривать не буду тебя во двор говорит и под микитки я им тогда как характеристику писал одному из них он в потеряевке был слава я говорю знаешь с твоим характером где только к старобрядцам идти и ушел там он все на своем месте так что вот на сегодняшний день сказать вот можно ли как-то примирение ни на грамм нигде вернуться к прежнему к чему к старому обряду никон христалец со вакуумом библию в руках вашего вообще не держали а вот не так где-то до моления молитва то это же человеческое все смотри литургия и акова апостола шесть часов василия великого четыре часа четыре с половиной и он зато еще сокращает до два с половиной еще сократили то есть это вполне допустимое явление своими словами молиться не могут медведь наседает сзади богородица дева радуйся считай так уходи-ка важный какой уходи прыгай кверху опа вот что я могу сказать здесь у нас много было вопросов по старобряществе у нас мнение не предвзятое потому что у меня родственники там ездят и мы всячески пытаемся как-то их подтянуть никак никак вот новое которое совсем поколение вот это с нами имеет общение выросла когда к ним приезжал в этих какое-то изменение есть потому что ну я часто у них бывал в гостях людей собирали интересно новосибирске мы беседовали но я им сказал знаете у сестры моей валентина тихоновна на керченской они там жили 63 кажется новосибирске я говорю я вам докажу в течение там полчаса что вы не старобрядцы ну что-то доказать а это нет я там минут через 25 доказал это один стал что я согласен вот и все да как доказать ну надо знать очень и очень хорошо их все что идет там где а я говорю конкретно если бы были мы бы ну не было реформа никите это правильно веруете все как надо надо но из того чтобы сделали ни одной картины не нарисовали ни одного музыкального произведения у нас не было бы ни рахманинова ни чайковского никого не было не было бы репина васнецова давайте дальше теперь какие изменения не не было бы кулибина не было ни здесь ни за рубежом от православных нигде ни одного изобретения они ну раз мы все такие как вы так ничего и нету малая говорит бесконечно большом идет и наоборот они вопросов никаких не задают но главное что они за каноны и вот интересно я в новосибирск когда приехал ну и сразу с молодежью на другой день уже их собрал там немного их и было то первый парень на деревне а в деревне дом один ну и стал им говорить и сразу молву пустили смотри как сатана дает ему знать библию сатана все что не сходится с его сатана но когда я стал цитировать и говорить какой том и она златоуста ефрема сирина они так и ахнули это уж последнее время раз сатана попустил даже святых отцов цитировать им а когда я каноны стал считать а у них еще при патриархе иосифе были там декретали юстиниана императора они были в книге правил и там правила апостола петра и павла они тут все в обморок подпадали считай о дьявол как смотри как наступает даже правила знает они не знают ни канонов я говорю зачем же нарушать до 30 лет ставить и дальше эпитемья не действует сплошь и рядом торговля идет храме торговля запрещена у них везде это идет вот и весь ответ а как ну а если что все вы были бы православные может у вас какие-то там были люди но они старобрядцы отличались в купеческом где деле морозовы где-то и там крюков был во время первой мировой войны ну там четырежды герой все полный к комплект георгиевских крестов собрал кавалер это пластуны были разведчики назывались пласты но он там пробирался где-то принял тащил языка и прочее то они никогда не не считали это зазорным вот они никогда не будут есть голубей голубей не виде голубя дух святой даком виде агненка то христос показан был вот а свинью едят игра почему потому что христа наполни напоили желчью а желчь свиня свиняя была желчь чтобы не знаете разве я говорю нет так вот раз он выпил значит он осветил всех свиней так он же насильственно его подвергли это насилие он написано не хотел пить но по губам то текло как сказке в ротах от не попала ну то есть басня на басне писания абсолютно не знают вот приехала тут надяна племянница и говорит у нас там освящение храма было и кажется 12 часов служба шла 12 часов а вы где были ну мы на улицу выходили то другое 12 часов а называется кажется покровский собор там я говорю как почему так называется или рождество бога ничего не может ответить молодые люди это я беру же сегодняшних которых я знаю вот у нас здесь были оттуда приходила они марков андрей нашу заметил сестру жену свою оставить решил у них это допускается очевидно но и не получилось ничего пришли ко мне это я сказал это никак а его жена то испугалась андрея маркова то давай к нам ходить на занятия пришла здесь оделась по нашей форме стоит и молится все а я говорю он никогда у нас не женится мы не разрешим он подает заявление приеме нет мы написали их священнику заберите его отсюда это ваш отбился от вас мы его обратно отправили от нас которые ушли они никого не спрашивают ушли не с миром с враждой а это им разницы нет лишь бы он был и свечки покупал мы совершенно разные вот я только говорю то что чем соприкасался сам и вот у них я от них первый раз получил блаженна фефилакта я грот написано что питался а чем акриды дикий мед акриды то что а это мелагра такое растение а как же он говорит она прыгает говорит падает на землю что растение прыгает это ведь саранчи саранча нет почему они не едят саранчи не едят вот в кролика есть нельзя свинью можно и все это объясняется так что вот то что здесь мы узнали я делаю корректировки на это а они могут это как-то никогда ни слова никак они могут их озлобиться что-то сделать у меня назначена была встреча в минусинске александр иванович уехал то а я у них там был ночевал и ночью смотрю бесы окружили и так большой балкон бесы там бегают и что говорят еще не пришли гости а я мой сон рассказываю они пришли эти же слова говорят я бы вы как бесы как они заиграли все я бы я предупрежден был вы ни одно слово не принимаете но переведите библию эту нельзя считать не каньянская а своей нету а вот что кто библию считает с ума сойдет это они запустили это старообрядческая наработка ну как у православных официальной церкви бей жидов спасай россию это точно так же наработка и вот вокруг нас селение и у нас старообрядцев там если так разобраться уже человека 4 доходить женщины жены это вполне достаточно сказать экскадрон забросить рядом старообрядческие беспоповские деревни поезжайте которые старообрядцы мы их всех направляем к старообрядцам приемлющим священство белокринецкой иерархии не один ну сайдите хоть один раз но сходите воскресный день машины есть не пойдут это новое поколение новое совершенно поэтому только молиться я для другого выхода не вижу вот так все спасибо христос да вопросов больше нету пока нет но все тогда жду что сегодня было так ты только которая дошел до старообрядчества перед этим были у тебя все не до конца промолотил да но выставил еще не до конца выставь все что у тебя есть там а христе у тебя есть а судах это все выставь и не переходи к другому пока это я не заберу потому что мне некуда уже ставить с этими с добавками весь экран рабочий стол весь занятый может быть как-то по-другому а как по-другому никак на яндекс на яндекс диск закачивают виталий калинников в яндекс диска неудобница виталий ничего не закачивать у него ничего нету ничего два ролика дал и все и замолк виталий 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 работа не работал везде так вот елена у лены дело лучше идет она уже больше десяти наверно сделала а виталий нет он я говорю не про количество про того как вам их забирать яндекс диск нет вот как не надо яндекс заботе сделать как ты делаешь как веществах делать тут же на месте откнул и сразу снял я быстро их копирую а потом переношу к себе делю теперь по частям и принимает она не больше десяти теперь я бью каждой папке по десять и как только закачиваю теперь это заношу на свой диск сохранения которая останется у меня тут работы с ними столько что не не проверню я вчера ровну фроликова научил у меня тоже вот я одно дело начитать я где-то часа два и мы занимались только вот одиннадцать роликов чтобы их обработать ну в общем перезаглавить на обложку сделать ну в общем он помог не все раздорово ролик так а ты в роликову какую папку хочешь дать я ничего не буду давать он мне помогает мои начитанные ролики оформлять так а чё по оформлять то зачем зачем оформлять то ты только как есть выставляй я сам оформлю не надо оформлять не надо я оформляю все сам потому что иные ролики не не в ту папку попали не оформляйте просто готовы скидывай все готовы закачивай так теперь с романом то он если он может название ролика вам надо название ролика дака под ним же написано так вот мне название ролика надо придумать надо обложку надо поставить надо так как обычно какой обложку обложку какую это все время понятно обложку какую обложку я ставлю же берете мои ролики с обложкой уже а ну ладно представляешь что хочешь там а я поставлю то который я назначена уже ладно с богом с богом